Дмитрий, Дмитрий. Слева показывают нам Хэпича. У них, кстати, заработок очень сопоставим. 118-116 тысяч. Там новый режим в PUBG, говорит, сыграешь? И WGL, Гранд Финал, ОПАЛИКСНР, говорит, по цвету кожи людей судишь, значит, получается так. Вот я, например, к зеленым всегда плохо относился, потому что Блэдмастер, Гранд Т, это все оттуда пошло. Мы еще во второй части пытались там их закрыть за порталом, но все равно вылезли. И 120-й за орков играет. Любопытная тема. С одной стороны, у него там под боком много китайских... Да ему не обязательно, на самом деле, чтобы кто-то конкретно ему что-то рассказывал. Просто сейчас, во-первых, у Хэпича самый плохой мэтчап против орков. Он считает, что там все зависит от дропа. Блин наверняка прав, черт его знает. Ну и плюс, последние, наверное, серии 3-4. Зеркальные. Ну, когда играли там у Андетт на Андетт, 120-й Хэпи. Победу почти всегда, только в одной, кажется, серии из последних, так, 4-х. Он одержал победу 120-й. Да, Блайчик, 120-й Андетт, но... Мне кажется, что тут будет попытка линовскую тему сделать. Хотят Тесс? Ну, почему бы нет? То есть, по сути... Хотя... Нет, не знаю, посмотрим, посмотрим. Не буду гадать, потому что, скорее всего, я ошибусь. У Блэйдмастера кольцо защиты. У Дэки... Когти. Хотели бы они поменяться артефактами, но не получится. Вот реально, одному броня и инта, другому когти и серклетка. Но Дэка бы не стал меняться, уверен. Все, ушел работать, смотреть себя на телеке, говорит Фолландемплер. Давай, хорошо. Привет, Гранди. О, зачем стримить игры игрока, который считает гигапомойкой? Ну, потому что нужно различать игрока и человека. То есть, он же сейчас не сидит и не... В конце концов... Я понимаю, что это будет сложно, потому что сразу, как только ты говоришь happy, у тебя возникает... Ты вспоминаешь фразы, вспоминаешь поведение человека и все. Но профессионально надо разделять, какой он спортсмен, киберспортсмен, какой он человек. Сложновато это. Ну, как ты себе представляешь? Не кастить этот турнир, а здесь еще Фогич играет. Или кастить часть игр и не смотреть игры happy, из-за того, что ты не можешь разделить их на части. Пусть живет как-нибудь. А мы будем игры смотреть. Я легко, говорит, представляю, просто болеть против него. А это непрофессиональный. Хотя, может, к этому и придем. Три мантии у Блэйда. Да, с одной стороны. А не уверены прямо, что Саха будет вторым героем? А, ну хотя, да, там Т3, то Урен берет с третьим, Сахан... Ну, хотя бы выбил артефакт хороший, посмотрите. Т3 вредно. И что, если они идут в лаб? О, мой бог, если вы это тоже сочетаете. Happy серьезно нужно начать скаутить лучше, против этого 3D-крепения. Но, подумайте, что он не может. Это как... Все, кто может работать немного в Азии, взяли вместе, как в «Тинк-танке», и приготовили это против Happy. Они все делают это. Там просто в конференции стримеров обсуждаются трансляции, чтобы не под галкой можно было бы смотреть там аниме, сериалы и прочее. Ну, что, на что-то сраки не прилетают. Окей. А Карен говорит, у Хэппи может еще больше горит от того, что ГГ стримит его игры. Его игры? А дроп никак не влияет на выбор героя. Может, с тремя майндсами подумать о том, что ГГ стримит его. Ну, если бы Сэха не умел тратить ману, то да, согласен. Но Сэха прекрасно умеет это делать, несмотря на то, что у него атрибут агильный. Хотя атрибуты не имеют значения. То есть, есть тренджевики, которые выстреливают ману быстрее, чем имтовые герои. Да. Хил-вард. Ну, это поможет прокрепиться. Тем более, впереди еще пара желтых точек. Если не будет крипджека какого-то. Привет, Alan Wave. Вот как раз Андрей был в... Вылетело слово из головы в Скайпе. Господи, в Скайпе уже забылись. И предлагал тему по... Любитель аниме, видимо, да? Нам не то показывают. Покажите нам желтую точку, пожалуйста. Блин. А, этот ValueBetRader, который с поджогом, заставляющий грейдить сразу тебе сперед башню и ставить ее в правильном месте. Это же Лин придумал, да? И он появился вот буквально после... На последнем голоде. Или на последнем каком-то турнире. О, он Liquid Fire-то не сделал. А Гарга без армора взрывается? Она же вроде не взрывается. Не, взрывается. Я не помню с... Кажется, там урон впритык. Типа, если сделать армор один, то... Хотя не... Нифига себе, какой сейф от 120-го. Ай-яй-яй. И смотрите, блочит хэппич второго гранта. Притикет говорит, почему я не синий? Ну ты засаппортил. Больше, чем на 100 рублей. Спасибо тебе за это. Чатик у нас разноцветный, хороший. Ты можешь, кстати, изменить себя в настройках с чата. Третьим Таурен выходит. Вот ему может быть... Хотя Сыхат третий. Да, не стоит ему передавать. Манти. Да, Блэйд плотный. Агила есть. Арба есть. Серклетка есть. Ну да бить, да бить. Почему не стал Койл кидать, не знаю. Полную ману просто у Дэки. Боялся, что эта манна ему сейчас пригодится для сражения. Питлорд рейтинг героем. Хэппи любит в лейт брать Питлорда. Тут Берсеркера. Ну понятно, стандартная тема. Сейчас Хэппич начнет обсидианки штамповать. Для Дистров. Заскорбление Хэппича в чате бан или прем полагается. Правила остаются те же самые. Заскорбление, естественно, бан. Ну, предупреждение, потом бан. Или сразу бан. Мурманский говорит, Михаил, пропала в андроиде, кнопка поддержки, не могу денежкой поддержать. Да, есть такая проблема, потому что приложение завернули из-за того, что оплата идет левым способом. Но через... не через гугл плей, пей или как он это называется. Обсуждали это, кстати. Два кодоя. Хэппи уворачивается разок очень хорошо от одного. От второго. О, спасает одного Финда. Где Дестер-то? Я не могу понять. Уже должен был появиться Дестройер. Благодаря стопу хорошему, не получилось подлечить вовремя Финда. Да, мана уже заканчивается, вообще-то. Мана заканчивается. Последний Койл Финда. Сейчас будет Финды рассыпаться. Минус один. Ой, подставляется кодоя. Не доконтраливается двадцатой кодоя. Минус. Минус тележка, правда. 44-41. Экспанда нет у Орка. Разменялся Хэппи очень хорошо. И сейчас у него есть еще небольшая проблема с собрать разрозненных героев и армию в одно место. Ой, как ты рез... А, у него бутылка, вот почему. Еще один Стоун может быть хороший. Бах. Два левелапа. Второй Таурен появляется Аура. Опасно. До обсидианок нет, и маны нет. Сейчас можно рассыпаться здесь. И под Крепом ближе... Ой, как Минус 120-ый не доконтролил. Если там такой Финд убегает, просто... Инвул пошел. На Личе. И телепорт. Блин. Ладно, экспанда нет, можно еще жить. Правда, он сейчас желтую точку закрепит, собака. И предмет возьмет тоже, справа. Да, Суперлига такая. Мультдизель. Бутылка жизни. А у Хэппи, к сожалению, нет рядом нейтралов вообще. Несчастные два приста. Остатки зеленой точки. А 120-ый Крепит последнюю жирную точку на карте. Здесь и предмет, и Таурена можно третьего получить. Ой, какие там баши пролетают по нему. И выпадает прекрасная Аура. И пошла шкатулка. Короче, Хэппи сейчас нужно по таймингу нападать на эксп. Большой инвул, большой бутылек. И у Сахи, смотрите, 4 мантии. 4. 12 инты. Да, с точки зрения криппинга все значительно лучше у 120-ого. Значительно лучше. Телепорта там нет. Да? Нету. Хорошо. Ну, блин, Хэппи боится, что он будет не в позиции, когда нападет. Лимита чуть больше у орка, но самая большая проблема в героях. То есть 4-3-2 на 4-3-3 и артефакты. Хауль, стомп, стомп, левел 2, хью-вейв левел 2. Минус первый финт, снова хороший влетает в Берсеркев, но в то же лечение. И 2к-2, айо, айо, там народу сколько. Нет, нет, надо вообще чудо какое-то. 3к-2, а там скоро кодовый будет больше, чем Финду. Ладно, одного сейчас подрежут. Да, добивает. Коилл последний. Сейчас том будет дикий. Смотрите. Бааааа. Причем даже не пытаются сплетануться. Попытка убить героев, то он как так кружить, может быть, он не знает. Коилл очень хороший. В этом еще большой инвол в Блэйда. 15 секунд беспредела пошло. Потом еще 15 секунд есть, и большой бутылок жизни. Да, и спокойно защищает свою базу. Вот так, 120-й за орков. То ли психологическая какая-то проблема, то ли действительно есть момент в... Ну, есть три варианта. Первое, это преимущество у орков. Второе, это... Незнание, что делать. И третье, какие-то психологические проблемы. Ай, как я пишу, мы выходим. Ну, из серии, что... Пробуешь, а не получается. Пробуешь, а не получается. И формируется такое... Убеждение о том, что не убить, если правильно играет противник. Ой. Да, 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 согласен. Проблема была еще в... Ну, они же, когда встретились где-то в районе Меркэмпа. Одинаковые лимиты. Очень близкое сражение было хорошее. Но после... Ну, закончилось не очень хорошо, не помню. То ли из-за стомпа хорошего, то ли из-за... Надо пересмотреть на самом деле. Но вот то, что было после этого, и повлияло на результат игры. То есть из-за того, что у Хэппи рядом, в принципе, не осталось никаких нейтралов, им нечего было просто крепить. А противник собрал три... Три... Желтые точки. Я думаю, что я не вижу... Too many twists to this game. There's so many options. Да, да, да. There's destroyer push options. There's frenzy ghoul options. There's fast expansion options, whether it's with DK or with Dreadlord or with anything. There's lich first play possible. There's so many different... Opportunities to experiment. But he, of course, never was a player to really go crazy with the experimentation. But we see, like, none. None at all. There's a lot of time for us, to let you know, that we don't know the next map. То, что андеды действительно начинают экспериментировать со стратегией. Чуть ли не стандартом, там, на некоторых картах против альянса является Dreadlord первым. Или какие-то агрессивные старты с первым лечом. Особенно, опять же, если человек пытается сыграть как-то халявно. Ну, типа FastX какой-то, то же самое, альянс. Да, Латник, я согласен. Об этом сказали, в общем-то, Back to Worker. Я прикинул, вспомнил, что были даже и на этом турнире уже игры с нестандартными для андедов стратегиями. Но, соглашусь с Нео, Хэппи не был игроком, который много экспериментировал со стратегией. Напротив него совсем другой подход. Он выбирает стратегию и оттачивает просто ее до... Вспомните, у него такой же подход, в принципе, был в Старкрафте во втором. Когда он взял Теренов и стартовал просто с микро-моментов. Заезд гелионами, залетание баньши, контроль этого всего. И по одному и тому же шаблону, просто, когда все выверено и все очень хорошо отточено, то ты молодец. Но проблемы возникают тогда, когда проходят либо какие-то изменения в самой игре, либо происходит какой-то левел... Ну, следующая, так скажем, веха. Можно сказать, что это левел-ап, да? В понимании игры и в... Ну, появляются, короче, игроки, которые начинают экспериментировать непросто, экспериментировать, а на высоком уровне это внедрять. И это приносит результат. Тогда тебе очень сложно перестраиваться. Особенно, если... Ну, если вот так много всего наиграно и столько всего завязано на исполнении какой-то конкретной темы. С другой стороны, время может пройти, история может вернуться опять, зациклиться, да, там кого-то опять дебафнут, а он как играл прекрасно по одной и той же теме. Потому что ДК Финдэй — это очень универсальная штука. ДК Финдэй Лич-Обсидианки — это почти против всех. Старт просто... Заходит как угодно. То есть, с 120-го просто стратегия лучше? Нет, с 120-го сейчас не было вообще никакой новой стратегии. Они рассказывают про пингвинов, а я сегодня зашел на ГГ. Так и зашел, зашел, смотрю новости. О, Суперлига. 7000, участники, все дела. Бобер какой-то нарисован. Ну, думаю, нормально. Китайцы там потом проскроллил ленту и увидел... И увидел просто одних бобров. Одних бобров. Причем не сразу это произошло. То есть я проскроллил раз, проскроллил два, как обычно. Возможно, даже кто-то из вас сегодня заходил, скроил, не обратил внимания на иллюстрации. Всем бобры. С первым апреля. А, кстати, пользуясь случаем, ну, я просто не могу, не... Понимаете? А, мы были сидим рядом с боброводом. У вас есть боброводом в Гамбург? А, я не знаю. А, я не знаю. Пользуясь случаем, я, конечно же, передаю привет тем людям, которые обновляли сейчас страницу. Это Дракончик, Брат, Рисунок на воде, Маршал, Чиннель и всем остальным. Переходим на вторую игру. Счет не обновили. Хэнки, ну, так, так, без фанатизма, я бы так это назвал. Тем более, в прошлой игре не было особо никаких серьезных... То есть, были стандартные стратегии, было стандартное исполнение, стандартное на высоком уровне. То есть, не было такого, что заставило бы там, а-а-а, повизжать как-то, понимаешь? Дракончик говорит, развели меня. Ну, слушай, я даже предупредил почти буквально, что сейчас будет шутка. Велмун говорит, мне даже пришлось с Ютуба на ГГ зайти. Правильно, я считаю, что у тебя подписочка есть. Когти. Хорошо. А, по таймингу предупредил, и за чаем бегал. А я как раз и выключил не для того, чтобы поржать. Ну, не только для этого, а для того, чтобы чай сделать. Я успел же сходить тоже и заварить себе чайку. Вот, пока вы там развлекались с черным экраном, я успел себе бахнуть чайку. Чайку. Класс, он сделал. Видите, тролля довольно быстро, во-первых, убить, плюс он еще лечит сам по себе. И урон у него не такой высокий, особенно под Бладластом, поэтому Бладласт на него, и его же убил. Потому что если Огра взять того же самого, у него урон больше, плюс урон милишный, то есть меньше штрафуется. Почему Хэппи одинаково проигрывает орком, при этом ничего не меняет? Ну, я думаю, что... Во-первых, лучше, конечно, у него спросить, но, как правило, сложно перестраиваться, если ты играешь одну и ту же тему долгое время. То есть ты... Да, ты можешь сыграть Хэппи с такой игрок, который можешь сыграть любой раз, но результат будет просто хуже, чем если бы он сыграл стандарт, потому что он его отточил. Анигилятор, привет! Топичная фотка хозяина ГГ. Что ты там лазишь по этой самой... Да, хозяин же хорош. Это все баяны просто. Денжин-мастер поддержал, говорит, главная страница с бобрами зачет. Это вот редакторы постарались. Так, выманивает. Скорее всего, он выманивает, чтобы орк не выманил. Потому что орку в такой ситуации с двумя грантами и с блэйдом, и с выходящим сейчас с ихой, который вот-вот должен уже из алтаря, видимо, выскакивать. Значительно проще. А может, он сделал это для того, чтобы там раскидали какие-то бафы. Ну, может, там Индерфайр или Ласт. Спросите у Хэппи, дайте ссылку на его канал. Ну, в смысле, ты пишешь просто Хэппи в поиске гейма, и все. Какие проблемы? Заходишь на канал. Вот, там, правда, все молчат, потому что там стрима его нет. Хотя, может, и на Твич зайти, и там тоже все молчат, правда. Даже когда есть стрим. Да, Джонатан, где-то 20%. Думаю, заглушки с бобрами надо на постоянку оставить, выглядит эпично. Я думаю, что бобров мира не хватит для того, чтобы каждый раз новые фотки ставить. То есть они, конечно, разные. Но, если посмотреть на количество айдишников в новостях, представляете, сколько? Надо всех бобров зафоткать. Всех бобров мира. Звучит как челлендж. Но идея хорошая. Ну что, сейчас у нас два когтя серклетка у Блэйда. Я думаю, что Хэппи все-таки выиграет 2-1 в результате. Потому что в прошлой игре чуть-чуть не хватило совсем, а потом... Короче, будет победа 2-1. Причем она будет стандартной. О, даже так. Но это, кстати, ошибка 120-го, что он не попытался... Просветочка нужна, просветочка нужна. Что, как-то... Что? А почему он выпустил-то? Он реально 3-го Блэйда испугался? Стоп-стоп. Да, 120-й заорк. Ну, можно предположить просто, что Хэппи не знал, где находится основная армия противника. И то, что его так долго уже мониторят, он не отменил. Он не отменил. Испугался, что добьет их радио-тайтум. И на 2-е просветки. Чего там бояться? Просветило и фокус по нему. Сложно, конечно, это сделать, когда здоровый Огра, но вроде можно. Выпустил, говорит, перезапускай в Ахтивию и забаговал. Неплохо, говорит, Спарк. Тактическая Батка полетела. И тактическая Гарга. Кстати, в прошлый раз Гарга типа законтрела Батку, но... Она не законтрела. Просто 120-й не стал делать вторую. А так-то... Ты опыт получил, денег меньше потратил. Где тут контра? Хороший артефакт для третьего героя. Прям шикарный. Во-первых, по Пит... Пита трогают в последнюю очередь. То есть выбираем между тем, каких героев бить, андэдовских, да? Ну, ладно. Сначала выщелкиваю там финдов и обсидианки. Если поставляются обсидианки, то обсидианки. Но чаще всего финды, потому что они чуть впереди. Хеппич всегда обсидианки по удалю держит из-за того, что к ним повышенное внимание. Это ценный юнит, поэтому... Если всех юнитов пересчитать, то потом идут по приоритету герои. Конечно, бывают исключения, если герой вылезает вперед, его очень просто проатаковать, или там окружить его можно как-то. Вы уже второй раз взорвались. Вот. Так Питлорд, он третий в приоритете вообще из героев. То есть это самая вообще последняя цель, которую будут атаковать. Потому что, с одной стороны, у него пока не так много урона. Он при этом достаточно плотный, в отличие от того же самого Лича. Вот. И исходя из этой логики, можно с точностью сказать, что гореть он будет все время. Вот Хепп ему передает как раз плащик эмаляции. И вот сейчас уже... Это отличный пример, как должны у... Ну и часто игроки переоценивают, должны переоценивать... Все-таки правильно сказать, должны переоценивать потенциальную опасность героя. В зависимости от того, какие предметы нанял. То есть Питлорд, у которого есть плащик первого уровня, он в среднем будет наносить где-то в два раза больше урона, чем обычный Питлорд. У него урон 20-30. Да, он делает хауль, но с руки он бьет довольно редко. Где-то 1,8 в секунду. И если рядом с ним стоит, ну хотя бы, два юнита, то получается его урон уже возрастает. Больше, чем в два раза. Ну в смысле, вот была единичка, стала двойка. Даже чуть больше. Потому что жжется-то он на пятнашку. Да, там вы можете сказать, что это магический урон, что если там будет рядом стоять герой, то 30% будет срезаться, потому что это, опять же, Magic Damage. Но мы вспоминаем сразу про Армор, который у него, по крайней мере, тройка, на втором уровне четверка. Который тоже режет где-то процентов на 15 физдамаг. Ну а по юнитам, соответственно, магический урон проходит мимо Армора, ну и без сопротивляемости. Короче, очень хороший предмет. Дай этому Питлорду еще пару когтей, например. И уже его можно рассматривать в качестве приоритетной цели для того, чтобы выщелкивать. Потому что этот товарищ... Ну, вспомните, на этой же карте, когда Хэппи играл решающую игру, там против, не помню кого, фокуса, что ли. Сто лимитой. Как там Пит прокачанный просто давил. Со сплэшем, со всеми делами. Ох, как Арбата срабатывает часто, а. И крит еще в конце, на-ка. Очень обидно. Лич хороший. Плюс 9 инты и большой инвул. Там, правда, аура хорошая тоже есть, паладиновская. Я бывалю урона была и да, плюс 25. Арбаретка срабатывает, просто сейчас повезло. Арбадинг 6 вроде как в среднем, да, получается? Да, опять же, 60 саплая, а закупки нет, халявный. Которая стоит 75-75. И где-то я проворонил еще убийство одного финда. То есть это второй. Короче, я не знаю, что делать. Думал, что Хэппи сделает 1-1-2-1. Но если вот так вот по юниту цену мы терять, то... Слушайте, а 120-ый еще читает Хэппич. Он специально не выходит из лимита. Хэппи думает, что там эксп, выходит из лимита, а там нет экспанда. Что? Ну, сейчас 120-ому надо выходить из лимита, потому что его идут пушить. Ох, а вот это плохо для 120-ого. Знаете, почему? Он хрен из два пройдет через этого пита. Надо обходить. Он это понимает, обходит. Правильно. Все, посмотрите, как горит. Просто на 2, на 3, на 4 юнита хауль. МВП, Питлорд. Ай, сразу крит на 200. Пес. Пит стоит, просто горит в 3-4 юнитах. Минус рейдер. Скролл за бист. Ай-яй-яй-яй. Пит отступает. Койл в Питлорда. А чего? Возможно, ТП надо было прожимать сразу после Скролл за бист, если у тебя дестроев нет. У Хэппича не было ни одного дестроера, то есть он не мог ни Скролл за бист законтрить, ни, если что, поснимать хауль свой для манки. БМ жуткий. Ну, БМ это тоже человек, который... Вот если вы видите такого БМа, его нужно рассматривать в качестве первой цели вообще из... То есть, да, разводить его на инвулы, да, его нюкать, потому что урон потенциальный от него значительно больше, чем от любого другого юнита. Хотя бы выводить его из игры каким-то макаром. Ну, то есть фокусить по возможности, закидывать новыми койлами, если можно. Но тебе, к сожалению, приходится всегда выбирать, куда отправлять койл. Либо ты там финда тратишь, либо ты нюкаешь какого-то юнита или героя. Что не все так просто, к сожалению. Они просто сейчас понимают, видимо, что будет контакт в любом случае. И нет смысла сейчас тратить деньги на Боро на 70 лимитеров, потому что, скорее всего, придется потратить эти средства на отстройку лучше. Ой, Таурен не доходит. Он делает стомп неплохой. Есть Дестройер. Койл оф Дестра. О, вот это ошибка. Без Таурена очень печально здесь. Сыхай еле-еле отступает. У него есть инвул, правда. Но без Таурена это один-один, короче. Вот, я думаю, что все-таки проблема в... А, там... Что? А что-что-что, инвул? Там про инвул что-то сказали. Он там промахнулся. Сейчас можно Блэйда пофокусить. Как же Блэйд разрывает? Ё-моё, как 120-ый-то контролит? Может, все-таки за него кто-то там играет? А у меня инвул, я с чего-то. Это ненадолго. 37-52. Слушайте, а у нас же лимит это не так много. Там все такое красное, блин. Красное-красное. Да ладно, нет. Мана закончилась. Исх возвращается. Что? И коррит ей 244. Ё-моё, 40-е. Убей! Что? В определенный момент Хэппи там начал бегать. Леч... Что? Что? Хэппи Страгл против Орг продолжает. без гг говорит там может бак апсов мы же мы же мы же знаем хэппи он не такой